Мы с вами знаем много таких кучек, ковысловений, ковысловов, ковыслов, христианства. Знаете, из-за креста страдали и проливали свою кровь, и стоило только назвать человеку себя христианином, как вы знаете, на времена Нерона христиана отправляли к Алипану. Что это значит? У Нерона были такие сады, привязывали белочек к христа людей к столбам, а заваливали их смолой и поджигали, причем детей, стариков, женщин, мужчин, священники. И любовался ненавистник Христа этими поджиганиями. Но там было все понятно, вот Христос, вот язычники, вот лучники, и вот гонители, безбожники и сатанисты. Что произошло в 1917 году? Давайте я немножечко вспомню. Буквально через шесть дней начинаем расстреливать священников. Причем так просто. Заходят, выводят бабюшку, и во дворец их ловно расстреливают. Вот просто представим себе. Служба воскресная, снежок идет, вывели бабюшку, народ смотрит, сделает ничего не может. Пришла-то новая власть, новая власть-то пришла, за нее ратом, за нее митинговали, и она пришла, безбожная сатанистская власть. И вывели бабюшку, расстреляли одного и другого. И вот сегодня день. Почему мы сегодня именно вспоминаем баби всех этих новых лучших? Это не случайно. 7 февраля, старого до 25 января, в Киево-Печерскую лаву совершилось страшное злодеяние. В покое Петрополита Владимира Погоявленского входят мадорозы и красноборбейцы. Без объявления какого-либо суда, или следствия, или какого-то осуждения. Они, спешно переговорив с ним, выводят его из его тела. Препровождаем до стрели. Больше того, монахи, Келений, которые говорили, куда вы ведете наши богаты? Скоро я всех вас по одному отсюда выведем, сказал лавоз. И всех от него расстреляем. И после этого святейший патриарх Тихо обращает внимание священности на совершившееся злодеяние. Дело в том, что митрополит Владимир Богоявленский был просто священником. Он был членом Священного Синода Русской Православной Церкви того периода. И когда он туда, без суда и следствия, за веру, за то, что он не согласился. А на что он не согласился? Мы никогда не узнаем. Может, ему предложили просто-напросто выбросить на Киево-Печерской лавре красный факт? А может быть, ему предложили хоть возглавить митинг нового революционного движения, а он не согласился? Мы не знаем. Но факт остается фактом, что его выведем и расстреляем. Что начинается после этого? Святейший Синод, возглавляемый патриарх, объявляет уже в апреле месяце, что это не просто убийство. Это начало ранений на Русскую Православную Церковь. Это не просто смена режима, который не понравился большевикам, который не понравился тем, которые радовали за некую свободу. И что потом стало? Что стало потом? Генерал Деникин вспоминал в своих записках, он вспоминал стрелковый полк, который стоял в одном из рамок, где он там же заявил в Ассутск. Представьте, стрелковый полк стал заходить в храм, и все остальное надо было стрелять. Вверх и неверных, бороться с теми убеждениями до революционного. И вот стрелковый полк, стоящий в храме, расположился, разложили винтовки, а из кражня заходили в алтарь. Пришла новая власть. Для них Бога нет. Они сами говорили, когда убили царя, убили и Бога, царя нет, и Бога нет. Новая власть. Новая. Веселая. Безбожная. Сатанинская пришла власть на святую Русь. Одного из солдат спросили, слушай, ну неужели тебя в школе, ты же закон Божий изучал, ты же в храм находил, а он говорит, а мы, вы знаете, только обложку вставали. Что там внутри этой книги, которую вы носили в священнике, в начале единого храма, мы не знаем. Это еще раз, да, в Евране и Светлане, вот эта книга, священная Библия, если она у нас закрыта, то горе народу, без Слова Божия, по-другому, как у нас остается. Горе народу, если он не читает Слова Господня, если он читает социальные сети, он пропадает где угодно, но они верят в Христово. Его же дает горе, и оно достигло нашей страны. Я не могу не вспомнить сегодня наши кубанские священно-мученика, священно-мученика Иоанна Яковлева, который служил в храме, на котором сейчас стоит школа номер 35. Я учился в этой школе, я выпускник этой школы, и не знал, что учусь на месте, где стоял храм в честь святого Денигрия Прословского. Оказывается, улица Максима Борького до революции-то была именно с именем священника Денигрия, священника Денигрия Осковского, автора Женея Святы, Великого Святителя, Земли Русской. Переименование осталось в голову, с денигриевская дама. И вот от нее потихонечку постали искать документы и нашли фотографии. Мы нашли так, что в этом храме служил священник Иоанн Яковлев. Удивительным образом Господь звел меня с правнучкой к этому священному мученику, которая передала даже фотографии, личную переписку, письмо ее к его матушке, как он сделал ее предложение. У него было пять родителей. И вот за то, что он просто был священником, представьте, время такое было. Забирали всех мужчин, причем если ты не шел воевать за революцию, тебе могли расстрелять их и заменить родину. Оставались женщины, дети, старики. Остальные все шли за много власть. Совсем недавно я просто немножко отвлекусь. Пришла одна работница в образовательном учреждении, было лет 30. И я у меня поинтересовался, как вы относитесь к событиям сегодняшнего времени, к этому митингу молодежи. Ну как они свободны, они имеют права. А вы вообще в историю не заглядываете? Вы знаете, вот песни эти вы видели Далькова, замечательные, вы не слышали? «Россия, как ты могла себя отдать, но растерзай мне бандал». А еще у меня замечательная песня изгодала. А вот Десаул, который уходил на проклятие отца, воевать за своим же народом, сорвал себя с золотые погоны, ордена, которые получил, и бросил в задок, и ушел. Чем-то кончил. Застрелился. И все вышли на глаз, видит каждый наш шаг на термисной дороге. Наступает момент, когда каждый из нас, вспоминая о Боге, вспомнил и командан о проклятии отца, и как Божий наказ у реки не послушал. И вот тогда уже щелкнул за двор, и приняла душа суд, который был ей обеспечен. Ну, говорит, я не слышал о таких песнях. Не слышал, он почти 30 лет. А сейчас, говорит, молодежь таких песен не слушает. Она вся в Тик-Токе. Там, знаете, за минуту тебе все покажут. Какая история. Как кинула ученики. И вот, возвращаясь к священному ученику Иоанну Яковлеву, вспомнил, за что возродал этот священник, дорогие, за то, что он помогал оставшимся женщинам, детям, старикам. Причем он не смотрел, белый или красный. Он помогал всем, кормил, одевал. Вот что могли, забирали прихожанам. И помогали, не страшно. Воспособление. И вот ему, за то, что он написал одному своему другу письмо, который уже сидел в тюрьме, священник, они учились вместе. Знаете, в семинаре учатся, батюшка, там еще мальчишки дружат друг с другом. И расходятся, разъезжаются. А память эта добрая, значит, нет, не прекращается. Они помнят друг друга, встречаются, списываются. И вот он узнал, что его друга однокашненько посадили в тюрьму, а что его в тюрьму? И скоро его стреляют. И он пишет ему письмо. Держись, брат, держись. Ведь Христос сказал, кто возлюбит мне, кто будет возлюблен в тюрьму. Терпение в вашем, спасаемый душем вашим. И претерпевший в этом самосе. Естественно, это письмо прочитали. И естественно, батюшку, как реакционного представителя духовенства, арестовали и приговорили к расстрелу. Вы можете себе написать? Вот то, что я сейчас вам говорю, вот несколько лет назад. Это, батюшка, можешь не сомневаться, там стоит, а назад это твоя последняя проповедь. Вот такое долгое время, священник не мог этого сказать, то, что сегодня говорим мы, понимаете? Вот батюшка только написал слова Ивангинских, расстрел. И что вы думаете? Люди стали выступаться, писали, в МГБ, Чехар, туда-то они написали. А священник Анна Яковлевна, если вы хотите, вот он представителем в городской Екатерининской, Екатерининской, Екатеринодавской думе, награжден золотым крестом императора. Сколько медалей, наград у батюшки было, потому что он имел при своей, при своем грани, в 35-й школе сейчас находящейся, лучшую воскресную школу. На эту школу жертвовал и наград Дмитрия Ростовского, жертвовал сам наш известный русский святой, правильный Аханшадский. Есть факт, что батюшка эту школу поддерживал из своих средств. И вот это на священника, как люди хотели выхлопать, хотели за него покодавство, но надо тогда его послушать. Сколько его сплотили те, кто писал, те, кто вносил. Там все приходили. Ведь боролись не просто с церковью, боролись со всеми верующими людьми. И вот, дорогие братья и сестры, в 37-м году, неизвестные, вместе его расстреляли. Я хотел бы с вами вот сегодня в этот день вспомнить, вот всех, кого мы не знаем с вами. Ведь мы не знаем, сколько имен вот таких безымянных. Осталось, вот мне это правда, что передала фотографию даже имя и имя отчества его супруги, Елены Ивановича. И наши школьники, наши попославные школьники на Всесвятском кладбище нашли ее могилу, представляете? И там ее расчистили, поставили там крест красивый. Ведь крест на могиле матушки, вот на них же одно целое. Ведь будете двое плоти-гиди, но мы верим, что у матушки крест неизвестно, где был ребенок у матушки Ары Яковлева, который оказывается в служилу, в храме, на котором я был в школе, в школьнике, через забор этот проек. Этот забор, этот забор, этот цикл он, наверное, нам и не стал, никто никуда не говорил нам, потому что он много с вами не рассказывает. А кому было рассказывать, а теперь очень важный момент, подумайте. Пришла к власти коммунистическая идеология. Разве она будет даже лет через 10, через 20, через 70 рассказывать то, что она делает? Почему у нас этот праздник празднуется только в Церкви? Потому что ну как же можно, допустим, признаться, и так идеология, которая уничтожала Церковь, священника, духовенства, Писания и Божьего Сударя. Вот слава Богу, сегодня у нас время, когда мы можем об этом говорить. Но эти идеологии, они никуда не делятся. Ведь эти смутные, каинские времена не смогут создать. И мне хотелось бы сегодня, дорогие вопросы, напомнить, особенно для тех, кто имеет детей. Расскажите. Мне кажется, каждый из нас может рассказывать детям, что было, что уже было, куда вы идете, что вы хотите вновь. Если мы об этом не расскажем, то мы пропустим самое главное. Мы пропустим путь собственного спасения. Я думаю, что начало ранений с расстрела митрополита Владимира, как сказал сам святейший патриарх Тихон, это была искупительная жертва. Начало пролитой крови за механического науровского. Насколько потом полилась кровью христианской. И причем-то просто за Христа. Просто потому, что ты не вывесил красный патр. Я не могу не вспомнить еще одного священному ученику, который служил в храме, и он сказал, снимай пополам. Говорит, не буду ли, если у вас хватит совести, снимай. Снимали, помолился. Говорил людям, давайте помолимся за тех, кто это делает. Расстреляли. Все это помолился. А другой, который получил от местного салонаркома распоряжение всех в воскресенье, чтобы не отдохнули в храме, в воскресенье будет ярмарка. Вы слышите? Ярмарка для всех советских раздоров. Хватит религии. Причем на время службы встречается ярмарка. И кто на ярмарку не придет, но затмечет перед законом. Больше всего приезжать на телегах, на которых должны быть завязаны еще красные веточки. А батюшка вечером вышел, но все должны. А ты не знаешь, что христиане ходят еще с вечера, субботы. В воскресенье-то у них начинается с субботы вечером. И они пришли, я говорю, братья и сестры, вы, конечно, так хотите. Сейчас новая власть. Но вы знаете, как мне Господа воскрешивала и прославили, так сколько лет мы с вами с вами. Если кто хочет, приходите в воскресенье. Поклонимся святому Христову воскресенье. А кто хочет, идите на ярмарку. Так, теперь такое время пришло. И кто-то пришел, а кто-то не пришел. Но кто-то донес, что священник, оказывается, агитировал людей не приходить на советскую ярмарку. Расстрелять. И мы сейчас о каких митингах? О каком свержении этого стабильного управления, которым мы сегодня с вами пользуемся? О чем мы говорим в день сегодняшних новомучений? В том числе и меня святой. Он мученник, понимаете? Мы, христиане, должны понимать, что каждый, кто возжелает любить или жизнь благочестивого, будет гомить. Об этом нам не маркетит. И вот чего-то закончено, дорогие. Мученица Трица Адам испытала семь синовействия. За что? За то, что исправил на летними христовыми. Одного забили свинцовыми ручками, другого палками, двум отребили лобом. Моего мученика, у меня, у моего мученика, самая короткая джетей, не знаю, у многих святых, есть такая красивая жизнь в описании. А моего мученика, почитать, да? Ну, просто вылез в прошлом с ручки. Ну, так погиб за их друзьями христовыми. А мученица Трица там молилась и стояла, потому что ей дали смотреть, как умирали твои дети. Смотри и отвлекайся от своего Бога. Представляете, вот это все увидеть в матери. И с ее глазами. И еще остался в нормальном состоянии. Она стояла, что у могилы, чтобы сыночки-то ее не отступили только от имени Христового, чтобы не соблазнились перед лицом смерти и не сказали, я не верую, я отрекаю тебя. Не отрекайтесь, дети, потому что за гробом Христос дает нам жизнь вечную. Если вы предетвите до конца, спасете. И они ведь отбывали о том сынах, и счастливая, и обессиленная мать была скована, взята. И ей отрубают Бога. Восьмой страдали, страдали, но высотая мучилась. Мама, певица. Мы сегодня вспоминаем этих людей. Для чего христиане мы сегодня их вспоминаем? Чтобы нам прийти и свечку поставить, или выйти и сказать, Господи, никуда от тебя. Каждое воскресенье, или на телеках, или с ленточками, или на яблоках, или куда-нибудь не позорут. На новой технологии сейчас, в новое. А, ты не участвуешь в новых проектах? Сейчас не надо заехать в суд. Ладно, флаг не вывешивай. Ну, что мы не выбираемся. А, ты не пошла на митинг? А, вы не были воскресенье на митинге? А, значит, мы же не знаем. Ну, что, мы все встали. А мы не ходим с вами на митинг? Мы не ходим, потому что мы ходим с вами в лесах. И православный человек туда не пойдет, потому что он знает, нет власти, нет волога. Всякая власть такого властного. Ты читаешь, в общем, не слава, и христиане никогда не поднимали Бога. Потому что противящаяся власть противится Богу. Вот это мне хотелось бы вам просто накормлено, дорогие. И попросить наших святых молитв за нашу сегодняшнюю судьбу. Молитесь. За тех, кто сегодня будет стоять. За вас. Благодарите Бога за то, что у вас есть возможность прийти в гора. И прийти, вообще-то, спланировать, что в следующем святение тоже придут. Наши батюшки не выслевляют. Но пока вот так. Пока так. А когда потом будет, ну, не знаю. Если, допустим, кто, что уже догустились, сто раз, лишний лет назад, не знаю. И те люди, не вас, не нас, не прощупят. Не переживайте. Поэтому Русь святая, храни веру в Бога слава.